Сейчас то, что происходит, это чисто спекулятивная атака, которая направлена на то, чтобы подвергнуть панике наше население. Сегодня доллар на улице продавался по 79 сомов за один доллар. Сейчас уже, пока я к вам ехал, на улице уже на полтора сома спустилось. Здесь все равно создан искусственный ажиотаж, кто-то играет на этом и пытается заработать денег. Как вы знаете, буквально полтора дня назад Национальный банк выходил уже с интервенцией, мы продали 15 миллионов долларов. Сегодня, сейчас мы уже продали еще порядка 7 миллионов долларов, торги еще продолжаются. Сейчас никаких предпосылок для такой стоимости доллара в Кыргызской республике нет. Равновесной ценой одного доллара США к сому является диапазон от 75 до 76 сомов. С сегодняшнего дня никаких ограничений в коммерческих банках по покупке долларов не будет и не может быть. И с завтрашнего дня мы уже начнем четко отслеживать, чтобы это требование выполнялось. У Национального банка достаточно инструментов для того, чтобы воздействовать на любой коммерческий банк. Дело в том, что вот это ограничение, которое коммерческие банки делали, оно было связано с тем, что началось, я уже в своем прошлом выступлении об этом говорил, когда мы продавали по 72-10, обменное бюро покупали по 72-30. То есть продажа в коммерческих банках была дешевле, чем покупка в обменных бюро. И возник такой целого рода бизнес. Люди покупали в обменных банках и бежали, продавали в обменных бюро. В этой связи мы с коммерческими банками проведем разъяснительную работу, что резервов и валюты в самих коммерческих банках достаточно для того, чтобы удовлетворять любой спрос, который есть со стороны наших граждан. Продолжение следует...